Есть необходимости на крыло использовать, либо не видели целесообразности. Сейчас, последние три года, более обрабатываемых площадей фуницидами ежегодно растут. И уже, если взять 16-й год, в прошлом году было 30% пассивных площадей, которые хотя бы один раз имели фуницид. Все это было не просто так, а реально эффект применения фуницидов. Почему? Первое что? На сегодня у нас подсолнечника в Украине порядка 6 миллионов гектаров. По разным данным, чуть больше, чуть меньше, 6 миллионов гектаров. Если мы говорим 6 миллионов гектаров, это сколько у нас, либо какое более подсолнечника? Каждая четвертая, правда? Плюс нет. Это в среднем по больнице, это в среднем по Украине. В одном регионе возможно каждое седьмое, а где-то каждое третье, второе более подсолнечное. Инфекционная нагрузка довольно-таки высокая. Даже, вроде бы, как сказать, в наших условиях не сильно увлажненных, но частое возвращение подсолнечника на прежнее место приводит к тому, что понемногу добавляются инфекции в почву, и рано или поздно где-то что-то и стреляет. Бывают оптимальные условия, в частности, как вот сейчас. Если в этом году с ранней весны болезнь не была не сильно на обходине с прошлым годом, просракивая в основном ржавчины, то сейчас невероятно как раз оптимальная фаза перезаражения. Прошли дожди, умеренные температуры, жди первичного заражения. При этом, если 15-20 лет назад устраивало урожайское подсолнечник и считалось рекордной, 20 получил, это просто шикарно. То сейчас современные гибриды, современные технологии для многих позволяют получать 30, поэтому для кого-то эта планка минимальная, чтобы получить 30 центнеров в гектарах, а так с каждым годом все выше, выше и выше. Но не всегда получается. Какие-то факторы мы можем учитывать, какие-то не можем учитывать. Какие факторы для продуктивности подсолнечника мы можем учитывать? Ну, первое что, основное то, что рекомендации, в частности, нашей компании Сиентер, вот оптимальная густота, допустим, для этой зоны по подсолнечнику, по нашим гибридам, по нашим гибридам составляет, как делать, 50-55 тысяч на гектарах. Пусть мы говорим о том, что? Правильно, 50-55 тысяч в зависимости от гибрида. Для этой зоны, где мы сейчас находимся. Загущать не советую. Так как иногда бывает, что посеять груща, чтобы не было пусто. Те же самые 65 тысяч на момент уборки наших гибридов не считают акселесообразных. Для них нужно и влаги больше, чтобы они компенсировали рисовую густоту. Соответственно, больше затрат семенного материала. Но, тем не менее, спрогнозировать, запланировать густоту мы можем. По большинству можем. Протравливание семян, знаем схожность семян, качество посева. Все можно, если не будем рисковать с ультроранними посевами. Слушайте, каждый год, все равно как бы мы не хотели, но тем не менее, какое-то окно бывает, не выдерживая семян. То же самое в этом году. Уникальный год по-своему. Каждый год не повторяется, но этот по-своему уникальный. Начало апреля, тепло идет, все хорошо. Все начало с того, что зима началась с календарта, с 1 декабря. Весна началась с календарта, с 1 марта. Потом немножечко как вроде бы успокоилась. Но начиная с конца марта, начало апреля. Вообще прогнозы изумительные, что весны у нас уже не будет. Мы плавно переходим или точнее стрелительно переходим в лето. К 15 апреля было в весне на 20% всех подсолнечника от запланированной площади. 20% в пятой части. Чтобы потом прогнозы несколько поменялись. Мороз. Ну, где мороз? Где снег? Весна в лето. Весна, да. Лето перешло в зиму. Но тем не менее апрельская зима здесь была. Взять по диагонали с Одесской области на Харьков, чтобы как раз от снег выпало. Туда дальше, Винницкая, Черкасская, Киевская, было похолодание. Снег не наблюдался. Но было холодно. При этих сроках посева, кто успел выясниться, кто не успел. Многие досевали, понятно, что после этого похолодания. Один и тот же гибрид развивается абсолютно по-разному. Первый попал в стресс, холод. Второй в нормальные условия. И сейчас по фазе развития такое впечатление, что между ними разница как раз уже недели, но в пользу позднего посева. Позднего посева. Позднего посева. Уже зашел и пролистывал намного вперед. Что мы имеем? Почему так случилось? Ну первое, что в тех условиях мы имели обратную реакцию. Обратную реакцию, когда высели, вроде бы еле-еле там было 5-6 градусов, на глубине посева, похолодание, температура почвы как раз пошла вниз. Высеянный после снега подсолнечника как раз верил обратную реакцию, что положительная тенденция отстания температуры почвы. При этом не стремительно, умеренно. Еще в начале мая температура на глубине посева подсолнечника была 10-12 градусов. То есть умеренно влаги достаточно для того, чтобы подсолнечник прорастал, развивался и получал равномерный сок. На ранних посевах мы имели первичное поражение пристеления, соответственно, первичное поражение болезни. Там, где даже не было пристеления, то развитие болезни было значительно больше. Там, на этих посевах была шалчина, в некоторых местах сектория. Нерномерные исходы, как эта причина. Почему так случается? Потому что, начиная с семян, а потом уже, когда мы получаем растения, на эти организмы всегда давят различные факторы. Факторы абиотические, неживой природы, осадки, температуры. Осадки избыточные, осадки недостаточные, температуры низкие, либо, наоборот, высокие. Воняют растения зачастую из угловуху, от крайностей украины. Биотические факторы. В это время развиваются вредители, которые могут грызнуть, открыть ворота инфекции. Развиваются болезни в вольте. В этом случае, либо активно проникая в растения. И, таким образом, эти факторы все здесь, сначала на семена, пока не получили исходы, а потом уже перед реакцией на растения. На сегодня на подсолнечнике отмечается более 70 возбудителей болезней, из которых 85-90-90% это грибные заболевания, которыми можно успешно бороться с помощью протравителей и фургицидов. Все болезни, которые встречаются на подсолнечнике, по своим симптомам, можно условно разделить на 4 группы. Первая группа. Та, которая вызывает наметы. Наметы у нас вызывают какие болезни? Ржавчина, вложенное мучнистого носа. Ну, здесь это диковинка, но иногда кто-то когда-то видел мучнистую росу на подсолнечке. Но это обычно на поздних гибридах уже ближе к сентябрю, к октябрю. Гнили. Ряд гнили. Белая, серая, огольная, базальная и другие. Очень большая группа болезней, которая вызывает пятнистости. Наиболее распространённые. Фомоз, ситариоз, альтернариоз, аскохитоз, фомопсис, бактериатные болезни. Также могут вызывать такие заболевания, такие симптомы. И четвёртая группа болезней, которая вызывает угнетение и деформацию. Эта группа делится на две подруги. Первая, которая относится к инфекционным и может передаваться дальше, это к бактерии либо вирусам. В частности, вирусы в этом году вполне вероятно, что на подсолнечнике будут присутствовать, либо в местах их присутствуют, поскольку три в этом году достаточно много на подсолнечниках. И группа неинфекционных, которая в силу своего жёсткого действия заставляет деформироваться, приводит к угнетению подсолнечника. То есть это преимущественно действие каких-то факторов либо действие гербицидов. Что бы у вас умол этот микроз в точке роста на листике обозначать? Кто-то сразу говорит, у меня ржавочная. Нет, да? Согласен, не ржавочная. Кто-то говорит, альтернариоз начинается. Ржавочная. Ну вот я бы быстрее сказал бы это либо заморозок, либо действие громиницида. Потому что здесь было понижение температуры и работали громиницидом. Во-первых, обратите внимание, что все остальные, ну тут ракурс фотографии больше на точку роста, но другие листочки на скотередине, видите, не повреждены. Повреждены только листики, которые были в точке роста. Самые молодые. Куда попал либо высокая концентрация гербицида, либо же заморозок сильнее всего на точку роста. Следующая новинка. Тоже симптомы бывают просто колоссальные. Просто колоссальные. Своего рода такие, ну не рукопожатие, а лиственные одноклубки. Образование тут тоже, зажимание в виде граммоходчивости, деформирование. Симптомы характерны, как и для действия? Тройная норма. Что? Тройная 14 долларов попала. Бывает даже одинарная норма, тоже такие вызывают, особенно для продуктов, которые легко промываются в зону корневой системе. Не такое возможно. Единственное, что эти два симптомы, да, больше, как по мне, больше связаны, наверное, с повреждением вредителей. Либо для... Ну поскольку нельзя, сейчас не рука, спасибо. Что, пять минут? Нет, если хотите, можем дальше. Давай. 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 Да. Это получается, что, наверное, у нас все остальные три группы. Можно шатрить? Да. Да. А вы вроде бы шатрил, но не там, где надо сейчас. Ну да. На вашем смотрении. Давай. Давай. Что-что? Вот. Нормально. Ну так. Действие возбудительной болезни идет разными способами, зависит от нагрузки. Но самое главное, что все основные болезни на подсолнечники могут передаваться с помощью семян, сохранятся в почве, большинство из них. На растительных остатках, на падалице, многие имеют на агрогенном сексе. Практически, ну скажем так, на девяносто процентов для них характерно что-то в общем. Немного вспомним то, что бывает в полях, где мы сейчас встречаемся, возможно, остаются все равно какие-то вопросы. В последние годы очень часто можно встретить на падалице, на гибриды неустойчивые, это развитие ложной лучистой росы. Ложная лучистая роса болезнь довольно-таки многовитая. В зависимости от момента поражения подсолнечника будет по-разному проявляться. Если же заражение подсолнечника произошло в период, с момента прорастания семян до первой пары листьев в почве заоспорами через корневую систему, возбудитель болезни плазмопара разрывается диффузно внутри растений. Чему это приводит? Это приводит к такой вот карниковости, к такой деформации, сокращенные между узня, даже корзинки, поскольку в корзинке либо не закладываются семянки, либо закладываются без ядрышек, она даже не наклоняется. То есть деформированная идет к солнцу вверх. И общее диффузное поражение растений. При таких симптомах нужно понимать, что любой фубицид будет неэффективен. Их вытянуть, вылечить эти растения, чтобы получить урожай уже не получится. Единственное, что фубицидная обработка даст возможность соседним здоровым растениям уйти от этой болезни. Вот это будет профилактика. Но не искать то, что провели обработку, почему это не выросло, почему тут никуда не исчез налет. То есть резерватором инфекции вполне может быть падалица. Поэтому падалица также нужно контролировать. Следующая болезнь – фомопсис. Долгое время был карантинным объектом на подсолнечнике. Сейчас уже снят в карантинных объектах. Последние годы, посредственное распространение имеет депрессивный уровень развития. То есть незначительный. Но при этом проявляется уже год. Зачастую симптомы, которые мы видим на листе, просто-напросто относятся либо к альтернарозу, либо к фомозу, но не к вам обществу. Мы имеем вот такое головновидное пятно, которое движется вдоль центральной жилки других основных жилок через шкуриста, поражая полностью депрессивно все растения. На стеблях. Когда особенно стебли уже находятся в виде растительных остатков, либо уже полного созревания, тоже падается многодито. Где-то она имеет такой серебристый налет, где-то серый. Ну то есть не полностью, не однотипные симптомы. Основной источник. Растительные остатки. Незаделанные растительные остатки на полях, на которых весной формируются плодовые тела. Кэритэц. Они же являются потом первичным источником переносной инфекции дальше, дальше, дальше. Фомоз. Может проявляться на подсолнечнике, начиная, как правило, с шестого, то есть третьей пары листьев и позже. Чаще всего наибольшее предоносит уже ближе к середине вегетации вторая половина вегетации. Вот здесь как раз, когда мы теряем листья от Фомоза, это первое смешение урожая выполненности семянок и первое смешение урожая по мастичности. Когда мы преждевременно теряем листовое повар, когда болезнь переходит в корзиночную форму, мы можем, если внимательно, посмотреть вот эти различные блоки семян, которые одно выполнено, другое не выполнено. Прямая потеря урожая. Вот при таких жестких условиях в прошлом году обработка, а не старым, мол, дала сохранение урожая на 25-30%. В отличие от альтернариоза, в том числе, нужно диагностировать, не нужно диагностировать, либо хотя бы для себя разбираться. В отличие от альтернариоза, Фомоз образует целого рода под увеличением такие бородавочки, которые называются деклиды. У альтернарии такие симптомы, деклиды не образуются. Немного вопрос, вы только что посмотрели, там симптомы свои, там симптомы в рот, если понятно. Это что у нас? Фомоз. 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 Это? Фомоз. Фомоз. Это? Фомоз. Фомоз. Фомоз? Фомоз. Фомоз. Ну скажу, четвертая группа, самая внимательная группа. Все уехали. Следующая болезнь. Фомоз. Фомоз. Тоже. На этом году. В этом году, в нашей зоне, имеет посредственное расступление. Больше идет в центр и на север. Но, в прошлый, позапрошлый год, болезнь действительно снижала урожайность. Почему? Потому что развитие ее начиналось с семиодольтного листа. Следовало потом на первой, второй, третьей, четвертой, иногда на пятой, шестой паре листьев, и при интенсивном развитии болезней, болезнь поднималась с нижнего ляруса выше. Растение просто-напросто в период закладки корзинки теряло листовое фракт, находило стресс. Поэтому принципная обработка в этом фазе также имеет свое оправданное значение. Альтернария. В отличие от секторий, немного позже развивается, немного позже развивается. Имеют, как правило, правильные изначальные пятна, которые потом могут сливаться с консентрическим. Очень часто с желтой кольной. Но наиболее чаще интернарию можно встретить либо как вторичное поражение, либо же во второй половине ледитации. Начиная с фазы цветения, наива семянок. Но там уже да. Мы очень часто возведем декортиночную форму поражения сливной стороны. Очень часто там поражение чашелистиков. Белые огни. Ежегодно проявляются. Может иметь инфекцию почвенную. Уничтожение на моменте появления всхода. Но тут зачастую неузыграло растение, выдернули, нету по проценте постюкции. Это связано с тем, что болезнь сохраняется сквероцией в почве. При непосредственном контакте происходит стопроцентное поражение вот такой формы белой гиги. Когда мы говорим о том, что против какой формы скверопии нужно работать фоллициды, сами понимаете, что здесь уже всё. А вот профилактика, когда сделать профилактику горзиночной формы и стеблевой формы, та, которая от степен для вас, здесь целесообразность применения фоллицидов есть. И здесь фаза зависимости от гибрида, где более оптимально 6,8 до 10 листа. Правильно, это первая фоллицидная обработка на подсолнечном. По серой мнению, органы поражения, симптомы поражения очень близки, и нужно, что вместо белого нарота формируется серое нарядное поражение. И если там формируется лицидит, то тут формируется галлюдиарное поражение от госпит СМФ. Так, одна минута. Всех шуток. Всех шуток. А просли уже. Сейчас начну, сейчас начну. Всё, хорошо. Одну минуту, пожалуйста. У подсолнечника Вклад в урожай на налив. То, что мы смотрели с вами в самый последний пункт продуктивности. Что влияет на массу тысячи семян на налив? Половина нижних листьев вклад идет в сохранение листового аппарата 25%, в среднем верхнего 75%. Поэтому применение фунгицидов, анистар технологии, анистар экстра, либо анистар гол необходимо. Скажем так, 95% попадания. Фаза четвертого, восьмого места первого фунгицидной обработки. Я понимаю, что четыре места вроде бы мало. Но вот с шестого по восьмой, самое главное не прозевать, это в 95 случаях первичное заражение формотом альтертариотом белой и серой гуи. Это первичное. Вторая фунгицидная обработка целесообразна с фазы звездочки до начала взведения, в зависимости от техники возможности войти в поле. Для того, чтобы первая фунгицидная обработка мы защищаем нижний листовой аппарат, вторая фунгицидная обработка мы защищаем верхнюю часть листья. В целом, местах технология контролируют все основные заболевания на подсолнечнике, если мы сделаны вовремя и в оптимальную фазу. Спасибо за внимание.